Всем привет, друзья! С вами Skyward, и в этом обзоре у нас пойдёт речь о ароматизаторах от Nobel Vape. Мне пришло целая куча вот таких вот маленьких флакончиков. Ребята делают свои ароматизаторы, свои основы и всякое прочее, поэтому в этом обзоре мы их попробуем замешать. А пробовать уже будем через дней 5-7 на канале у Паши, который ем Детрой. Там уже выскажем свои мнения, как и что, вкусные эти ароматизаторы или невкусные. Ну, а сейчас попробуем замешать. Ну что, погнали! На сайте производителя мы выбрали из каждой категории по 5 ароматизаторов. К сожалению, мы забыли раздел выпечки, так что попросили производителя накидать ещё дополнительно ароматизаторов на свой выбор. Также мне пришла вот такая вот бумажечка, просто банальная распечатка с рекомендациями от производителя, что и сколько капать. И первое, что я заметил в рекомендациях, в зависимости от ароматизатора, у нас есть такие дозировки, как 8-10 капель и 10-15 капель. А на самих бутылочках у нас написано, что в среднем ароматизатора нужно лить 5-6 капель. Причём это написано абсолютно на всех баночках. То есть, вот, способ применения 5-6 капель на 10 мл. Ароматизаторы у нас приходят вот в таких вот флакончиках, обычные 5-мл флакончики из мягкого пластика с капельницей. Здесь у нас указан сайт NobelVape.ru. Также, что у нас тут объём 5 мл, 18+, нельзя беременным и так далее. Вот здесь у нас написано NobelVape.ru. И непосредственно сам вкус ароматизатора. Ценник за данный ароматизатор у нас составляет 150 рублей за 5 мл, что, согласитесь, весьма и весьма небюджетно. На самом деле, тема появления новых ароматизаторов на рынке мне очень интересна, потому что, я думаю, всем уже надоели ТПА и капелла и хочется чего-то нового и вкусного. Ну вот, сейчас попробуем что-нибудь намешать и уже потом узнаем, конкурентно способный этот ароматизатор или нет. У нас здесь 23 ароматизатора, я подготовил 17 миксов. У них есть как готовые миксы, так и какие-то моновкусы. Готовые миксы мы замешаем отдельно, а из моновкусов попробуем сделать какие-нибудь миксы. Ну что, начнем. Первый ароматизатор это у нас Snake Oil. Наверное, многим знакомое GADA масло, то есть жидкость Snake Oil. Пахнет ароматизатор так же, как пахнет именно сама жидкость Snake Oil. Также производитель этих ароматизаторов говорил, что у них готовится к выходу жидкость именно вот на этих вот ароматизаторах. Ну что, ждем и посмотрим, какая у них эта жидкость получится. По рекомендациям Snake Oil у нас 8-10 капель на 10 мл. Ну, я ливанул 30. Возьмем по максимуму. Также мы мешать все это дело будем на их основе, которую они нам предоставили. Здесь у нас основа стандартная, 70 на 30, крепостью 3 мг. Соответственно, бутылки предоставлены тоже сайтом NobelVape.ru. На самом деле, к бутылкам у меня никаких претензий нет, потому что мне очень нравится пластик в этих бутылках. Он реально мягкий, приятный. Я думаю, никаких проблем с ним не будет. Ну, конечно, все это дело нужно перемешивать. Вставлять я это не буду, потому что это просто банально затянет ролик. Давайте перейдем к следующему миксу. Следующий микс это у нас также микс из их уже готовых миксов. Это у нас Heisenberg. Самое забавное, что практически ни у одного готового микса из их ароматизаторов нет адекватного описания. Там что-то типа загадочный микс, описание которого мы оставим вам или что-нибудь в этом роде. То есть, для очень маленького количества миксов есть адекватное описание. Измерив, сколько в одном миллилитре у нас капель из вот этого вот флакона, я получил результат в 39 капель. Конечно, понятно, что все это очень-очень приблизительно, потому что капли из флаконов вы по-любому получаете разные. Где-то вы сильнее надавили, где-то еще что-то. Ну, давайте округлим до 40. Пусть будет, что 1 миллилитр, это у нас 40 капель. И в данном случае я возьму 40 капель этого ароматизатора и, собственно, волью 1 миллилитр, чтобы с этим особо не заморачиваться. Еще хотелось бы сказать, что все бутылки с ароматизаторами, из всех бутылок с ароматизаторами нереально вкусно пахнет. Везде очень такой насыщенный запах. И ко всем ароматизаторам здесь указано то, что настой у них 3-5 дней. То есть, сколько я жидкостей не смотрел, и в рекомендациях производителя было указано, что везде настой где-то 3-5 дней. Хотя на сайте было указано, опять же, 24-48 часов. Очень странно, что рекомендации производителя не совпадают с описанием на флаконах и на сайте, но ладно. Мы мешаем, соответственно, по рекомендациям производителя. И следующий микс, это у нас также их готовый микс, это у нас Pinkman. Здесь также 1 мл, то есть 40 капель. Следующими ароматизаторами у нас идут Black Estere и Red Estere. Также их вливаем по миллилитру. Рекомендации там у нас 10-15 капель на 30 мл. Ну, я вливанул 40, то бишь 1 мл. По поводу их флаконов, еще очень удобная штука в том, что у них носик идет непосредственно в самой крышке. То есть, не надо отдельно вам вставлять носик, просто закручиваете крышку и носик автоматически вставляется в бутылку. Этот ролик не несет какой-то особо смысловой нагрузки. Все-таки основная часть у нас будет эта вторая, которая будет на канале у Паши, где мы вместе с ним будем все это дело пробовать и подводить какие-то выводы. Сейчас могу порекомендовать производителю только то, что все-таки в описании готовых миксов пишите что-нибудь адекватное. В плане того, что не пишите какое-то размытое описание в плане того, что там этот отличный микс, разгадку которого мы оставим вам или что-нибудь в этом роде. Говорите там цитрусовый вкус, еще что-то. Все-таки, конечно, да, возможно это какой-то маркетинг, чтобы люди брали именно эти ароматизаторы, попробовать там, посмотреть что-то интересно. Но, блин, всем интересно знать, что за вкус они покупают, поэтому пишите все-таки нормальное описание у ваших готовых миксов. Следующие аромы это у нас Unicorn Blat и Colorado Crush. Это у нас также продолжение ароматизаторов из раздела готовых миксов. Но вот у Colorado Crush адекватное описание есть. Это у нас цитрусы со сливками. У Unicorn Blat можно, наверное, по названию, единственные какие у меня ассоциации возникают, это с Unicorn Milk, то есть это клубника со сливками. Но, причем по запаху примерно на это и похоже. И их у нас по 30 капель. Сейчас смотрю, что там дозировки, в принципе, даны не особо такие сильные, то есть тех же ТПА, допустим, я лью где-то по... В основном от миллилитра все время, и, блин, если при такой дозировке у них будет хороший вкус в готовой жидкости, то на самом деле это очень круто. И последний ароматизатор из раздела готовых миксов, это у нас K-Lime Cookie & Kulada. Он находится в выпечке, но на самом деле я его больше бы отнес готовым миксам, потому что я встречал рецепт вот такой вот жидкости, то есть это лимонное печенье с кулером. Я ее делал, и, блин, я все-таки этот ароматизатор бы больше перенес в готовые миксы, нежели в выпечку. Его у нас 24 капли на 30 миллилитров. Все, закончились у нас ароматизаторы из раздела готовых миксов, и теперь уже пойдут миксы, которые я из их ароматизаторов придумал. И теперь у нас идет зеленый чай и лимон, то есть это Green Tea и Lemon. Из зеленого чая здесь у нас 40 капель, а лимона 21. Не знаю, почему я взял 21, но вот 21. Все-таки я решил ливануть просто полмиллилитра и не париться с этой 21 каплей, потому что эти капли я писал, когда составлял сами миксы, еще непосредственно до того, как я померил, сколько у них капель влезает в 1 миллилитр. И здесь получается чая миллилитр, а лимона полмиллилитра. Десятый микс у нас тоже очень-очень стандартный. Это кола с лимоном, непосредственно кола и лемон. Получается по каплям у нас тут 30 и 18. Мне интересно было проверить, какая тут кола, потому что я очень давно хотел найти хорошую колу, потому что мне кола в принципе нравится как вкус. И единственная кола пока, которая, скажем так, мне угодила, это ТПАшный кола-сироп. Вот посмотрим, как будет эта кола. Я думаю, в конце вот этого видео мы запарим парочку вкусов, выберем просто несколько из этих всех и попробуем, чтобы это все не было совсем скучно. Еще что прикольно, на сайте у производителя есть раздел готовые жидкости. Сейчас там пока что только две жидкости. И у них есть раздел там миксы. И в этом разделе написано, что если вы нашли какой-то крутой микс, сделали какой-то крутой микс на этих ароматизаторах, то вы можете писать производителю. Он этот микс повторит, проверит, попробует и выложит уже непосредственно на сайт. На самом деле штука достаточно интересная, что производитель как-то работает, скажем так, со своей аудиторией, со своими покупателями. Да и людям на самом деле тоже будет проще. Потому что ароматизатор-то не особо известный, по крайней мере вот до того, как они написали про то, что хотят обзор, я про них на самом деле и не слышал. Но для пользователя это реально будет удобней, что он покупает какой-то не особо известный ароматизатор. И на сайте уже есть готовые миксы, что можно повторить и сделать, попробовать. Следующий микс у нас достаточно необычный. Мы взяли этот вкус как раз-то потому, что он действительно необычный. Это у нас будет микс из рубарб-кастард и маршмеллоу. То есть это у нас ревневые конфеты со взбитым кремом и зефир. Вот ревневые конфеты мы пробовали у Паши также на канале, когда был обзор на какую-то и жидкость, я уже точно не вспомню. У него там был вкус ревня, он был достаточно интересный. И как будут по вкусу ревневые конфеты с заварным кремом, я реально не знаю. Но это достаточно интересно. По концентрации у нас здесь 50 на 50. То есть 24 капли ревня и 24 капли зефира. Причем на запах ароматизатора действительно прикольный. Ревень и какой-то крем что-то сладкое. Очень странно. Следующий микс это у нас молоко с медом и черникой. Это у нас блубери и хани милк. По концентрации здесь молоко с медом 24 капли, а черники 18. Следующий микс это у нас баблгам, жвачка, драконий фрукт и клубника. По концентрациям здесь баблгам 24 капли, а драконьего фрукта и клубники по 18. Следующий микс это у нас страббери милкшейк, то есть клубничный милкшейк, клубничный коктейль и зефир. По концентрации здесь 45 и 24. Следующий микс это у нас джинджер брэд и лимон, то есть имбирный пряник и лимон. По концентрации здесь 40 на 15, то есть 40 имбирного пряника, имбирного печенья и 15 лимонов. И следующий микс это у нас apple juice и wine gums, то есть яблочный сок и виноградные конфеты. По концентрациям 30-20. Ну собственно что, это у нас был последний миксец, потому что один из ароматизаторов я прошляпил, когда собирался ехать и снимать обзоры. Так что я его замешаю, когда я приеду домой и скорее всего он будет уже на пробах на канале Паше. Если кому интересно, это были личи и малина и виноградные конфеты 24 на 30. Я говорю, я не знаю куда я прошляпил этот ароматизатор, но я точно помню, что он у меня был, потому что он у меня записан. Ну что, давайте выберем парочку каких-нибудь миксов, поднимемся наверх и попробуем запарить без всяческого настаивания и прочего. Интересно, что из этого получится. Отобрал я три миксеца, это у нас 10, 11, 12, то есть это кола с лимоном, это у нас ревнивые конфеты с зефиром и молоко с медом и черникой. Сейчас 10 и давайте затестим. На самом деле даже без настаивания очень и очень прикольно. Такая насыщенная, хорошая кола с таким хорошим терпко-кислым лимоном. Мне этот микс нравится уже сейчас и мне интересно, что с ним будет, когда он уже настоится, потому что даже сейчас он достаточно круто. Давайте затестим одиннадцатый. Блин, это очень странно. Ревнивые конфеты, реально ревень и сливки. Зефир я пока что не особо чувствую, но зефир даже у тех же ТПА надо было настаивать. Но ревнивые конфеты на вкус реально приятные, это странно. Причем очень сложно описать, на что по вкусу похоже. Если кто ел пирог с ревнем, вот реально очень похоже на вот этот ревень именно из пирога. Оно пока что по вкусу вообще не разочаровывает. Давайте затестим последний, двенадцатый. Вот сейчас я могу сказать, что ненастойная черника немножко отдает мылом. Возможно, когда это все дело настоится, эта мыльность уйдет, но пока что черника реально мыльная. Я не знаю почему, но у всех, практически у всех черник есть вот такая вот проблема. Но молоко с мёдом достаточно прикольно. Вот такой получился странный видос. Я знаю, что смысловой нагрузки он абсолютно не несет. Все рецепты я оставлю в описании. Так что после того, как посмотрите вторую часть видоса, сможете обратиться к описанию и все там посмотреть и узнать. Ну, на самом деле, интересно, как покажут себя эти ароматизаторы после того, как настоятся. Потому что, согласитесь, 150 рублей за 5 мл это достаточно немало. Но ребята говорят, что они уверены в своем продукте, что это хорошие ароматизаторы. И, блин, пока что я им верю. Потому что по вкусу, даже в ненастойном виде, вот та выборка из трех жидкостей, которую я взял, она мне, в принципе, понравилась. Ну что, на этом всё. Больше мне сказать нечего. Этот видос не нес абсолютно никакого смысла. Это было просто такое мешальческое видео, где я показал какие-то рецепты. И уже во второй части видоса мы всё это будем тестить, пробовать, подводить выводы и так далее. А на этом всё. С вами был Skyward. Всем пока. А лучшим способом поддержать меня будет лайк и подписка на канал. Подпишись, я же стараюсь.